Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня я покажу модную технику для Майнкрафта Покс Дижн. После установки этого мода в вашем играте появится большое количество техники, которые вы сможете использовать в вашем мире Майнкрафта. Собственно, первой нашей техникой будет вот такой кукурузник, который можно раньше вы видели даже в реальной жизни, но я нечаянно его сломал. Собственно, это довольно простой самолётик, и правда это кукурузник, но его нам придётся заправить, и теперь на нём мы сможем летать. И правда мы сможем летать. Ух ты, какие я слышу звуки, и наверное для этого мода мне придётся сделать вот такое исключение. Я выключу, друзья, музыку. Надеюсь, вы будете не против, и вы слышите звуки, которые заёт этот транспорт, весь транспорт в этом моде. К сожалению, друзья, я маленько, маленько сказал лишнего, весь транспорт, который находится в этом моде, показать не смогу, потому что его очень много. И чтобы показать весь транспорт или всю технику, мне понадобится очень много времени, друзья. Здесь очень много и вправду техники. Собственно, дальше у нас идёт спортивная машина. Но самое классное это в конце. Вы обрадуетесь, надеюсь, за то, что я вам скажу в конце. Собственно, друзья, нам также придётся её заправить, но почему-то она находится в воздухе. Машинка, с тобой всё нормально? Ну, возможно, какой-то баг. Так, собственно, мы заправили, и у нас нету кнопки газ и тормоз. Машинка, что с тобой? Ладно, давайте её тогда пропустим, ничего страшного. Дальше у нас идёт танк, настоящий зелёный военный танк. И его также придётся нам заправить. Собственно, теперь на нём мы сможем ездить. И не только, на нём мы сможем стрелять из настоящей пушки, как это делают настоящие танкисты. Собственно, она стреляет за уже горящим динамитом, который всё взрывает на своём пути. Да, это просто прикольные звуки издаёт этот танк. Эй, нет-нет-нет, ну зачем? Ну зачем ты нас туда столкнул? Ладно, дальше у нас идёт инопланетная тарелка. И, как ни странно, нам её придётся также заправлять обычным тополем. Хотя, эта тарелка должна летать на реактивном тополе. Что немало странно, друзья, в этом моде. И, собственно, такие звуки мы опять же слышим от этой тарелки. Это очень классно. И разработчик мода опять же постарался. Как я говорю, всегда разработчики разных классных модов всегда стараются на своём модами. Собственно, она также умеет стрелять стрелами и скидывать разные бомбы. Эй, сюда нам не надо. Нет, нет, нет. Ладно, давайте-то её уберём, потому что сейчас здесь у нас будет кое-что-другое. Собственно, дальше у нас идёт настоящий велик, на котором мы сможем также покататься. Но его заправлять нам уже не придётся, потому что мы сможем просто колесить на этом велике по нашему миру в Майнкрафте. Это забавно и классно, что придаёт какой-то реалистичности нашему квадратному Майнкрафту. Хотя, этот весь транспорт тоже довольно квадратный. Ну и последняя сегодня техника у нас. Вот такая моторная лодка, которая выглядит довольно хорошо. Её текстуры хорошо сделали, но она почему-то утонула. И, собственно, утонувший транспорт, мы залезть не можем. Мы сразу начинаем тонуть. Да, довольно странно, хотя, друзья, могу сказать, что этот весь транспорт, это обычный житель. Хотя, транспорт могли заменить на камеру, которая спокойно стоит. Ну, я могу сказать ещё одно, что жители стоят тоже довольно смирно. Ну и сегодня, чем я уже хотел вас обрадовать, это про версия мода. Я вам её специально выложил. И в этой версии вы сможете кратить любой транспорт, кроме танка, вроде, друзья. Давайте попробуем. Да, к сожалению, нам пишут, что мы не можем кратить транспорт. Ну, также мы сможем покрасить даже жёлтую спортмашину. Это очень классно. И, друзья, это за это отдельный лайк, который, надеюсь, вам ничего страшного не сделает. Это просто классный мод. И это, друзья, настоящая про версия. Даже в красный цвет мы сможем покрасить эту синюю машинку. Лайк, друзья, однозначно лайк. Ну вот, на этом всё. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok